как там у вас жизни в италии знаете потихонечку выходим из пандемии люди привыкают жить опять в нормальном режиме вот но периодически ограничения накладывают очень привыкает к тому что теперь мир четкнуть мир люди разделились на вакцинированных не вакцинированных с паспортами без вас портов привыкаем к новым реалиям жизни и к новым скажем так документам потому что понятно потому что вот этот вот паспорт ковидный он теперь сродни документам если внутренние какие-то документы по которым ты живешь но твои документы дефицирующие тебя давно уже никто не спрашивает только там на работе или где-нибудь да то это теперь ты должен носить с собой в телефоне где не в общем спрашивают часто значит скоро заберут все документы оставят один к виду паспорт вы знаете а у меня такое ощущение что это сделано вот эти козбековидные паспорта это логическое продолжение визы ну вот у нас же без виз да внутри европы люди перемещаются бесконтрольно а теперь вот вот эти вот ковидные паспорта теперь уже контролируются передвижение во всяком случае потому что были были все-таки проблемы и они назревали серьезно вот это бесконтрольное передвижение людей внутри такого количества стран она накладывала свой отпечаток ну как бы знаете невозможное было согласен плюс законодательство причем довольно негативный да негативно потому что ты переезжаешь с одной стороны в другую в другое законодательство в другое какую-то резиденцию да и делаешь свои дела там потом делаешь свои дела этом в общем нового частенько бывали в такие вот моменты которые там напрягала видимо властей власть и они вот вели вот такого такого труда визу ну что-то наподобие да ну и плюс конечно сама вакцинация она тоже необходимо да и в общем люди должны знать с кем они как бы придя в какое-то заведение и должны понимать вакцины вакцинировали там вакцинированы ли там работники ну вот тоже это важно ну на мой взгляд умнейших оказались жители сан-марино а эти да эти давно уже быстренько привились и все и у них там давно уже кстати еще нет у них сейчас уже другая прививка зашла они уже тоже паспорта делают но самом начале они очень быстро привились спутником и у них там вообще нулевая была заболевание понятно тут смотрел такое короткое видео где вы снимали на пляже здорово там вообще ну красотища чё сказать бархатные сезоны они везде красивые вот они когда нету вот этого первых нет этой духовки да на пляже этого количества большого количества людей вот это и плюс летом в жару вот в эту спеку вода она все равно какая-то некрасивая а то что вы показали вода ну совершенно прозрачно вообще я эта камера не может передать иногда смотришь на этот цвет и не понимаешь поэтому они у них любимый цвет даже название вот отзора 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 это блин даже не синий это имеется ввиду какой-то ультрамарин вот лазоревый да вот какой то вот такой вот цвет ну то есть я специально лазурь понятно да лазурь вот а дура вот они у нас не фишечка такая и небо да кстати там вот на этом видео я увидел что сидят люди вы сказали что это местные отдыхают там чё прям вот так вот выходят просто посидеть особенно вот знаете особенно пенсионер вот они выходят на пенсию и у них знаете такая есть тема вот я очень часто это вижу они выходят у них специальные пляжи где они собираются вот они собираются большой 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 компании датчик по 20 но они правда рано-рано утром выходят вот до жары да да это они пьют кофе не поверите они поют вот прям собираются петь у них и солист какой-то запивала я много раз попадала вот найти их не собрание елки да и поют поют причем офигенский поют их голоса такие знаете вот а по вечерам они где-то собираются пляжу у них и танцуют где-то они ходят ну да правильно чё если молодые молодые все в делах в заботах а чё делать пенсионерам вот они выходят чётко до обеда ну то есть приди домой приготовить обед знаешь как бы обед это святое вот но с утра вот они собираются купаются там болтают пьют кофе и поют вот как у нас раньше застали вы это нет но вот я свое детство застала еще когда бабульки собирались да вот тоже вот на лавках где-то садились понятно а кстати в молдавии вы же в курсе да что сейчас собираются подписывать контракт все-таки отюхались что цены прут наверх они да она собирается к путину а собирается с путином разговаривать по поводу цены на газ и тут конечно наши все молдаване в шоке это перед тем как ехать с путином договариваться она понижает свои договорные позиции поехав на крымскую платформу ты мозги у тебя есть но она думает что умней всех все таки ну это понимаете это сарася это сарася вот макрон вот посмотрите что с францией он творит так разумеется грудь бьет я такой прям из себя да что то он какие-то дела дебильные заявления а из а что он делает по факту по факту на франции не счастье дело в чем у сороса он же себя именно так и позиционирует что ему главное бабло так сказать и он ради этого готов любую страну развалить ну так вот это и происходит понимаешь а сейчас я так поняла они что-то здесь на балканах затевают ну и молдавия не должна быть в этом в орбите россии ни в коем случае понятно так что ладно черт с ними со всеми с дуростью ну удалось понимаешь удалось ему протащить в этот раз эту свою сороснюдную вот как и зеленского как и посмотрим как будет дальше я уже ни на что не надеюсь да как говорится будем посмотреть ну хорошо татьяна приятно было пообщаться у вас есть какие-то вопросы а вас как канал лёха это я зовут алексей а я не знаю ваш канал честно почему я не видел лёха это я стрим завтра будет хорошо всем привет удачи вам я из костромы пока ну не знал какой канал надо будет посмотреть ну а Продолжение следует...